Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь традиционный французский хлеб Пам Оливан. Пам Оливан это универсальный хлеб, который подойдет на каждый день и для самых различных блюд. С вечера необходимо приготовить первое тесто. Для первого теста нам понадобится активная закваска, то есть закваска, которая уже освежена и находится в рабочем состоянии. Также нам понадобится специальная мука, называется рустик. Если у вас нет такой муки, вы просто сможете смешать 60 процентов муки пшеничной высшего сорта и 40 процентов муки ржаной обдирной. Также добавляем пшеничную муку высшего сорта с содержанием белка не выше 11-12 процентов. И замешиваем первое тесто. Это тесто должно будет выдерживаться в прохладной температуре. То есть, температура 14-16 градусов будет оптимальной. Это температура подвала или какого-то прохладного помещения. Но следите за тем, чтобы температурный режим был выдержан или же первое тесто у вас перебродит и хлеб получится кислым. На второй день замесим тесто. Так как первое тесто у нас находилось в прохладном помещении, температура воды должна быть несколько выше 34-38 градусов. Указанную в рецептуре воду вносим не полностью, а оставляем небольшую часть, примерно грамм 25-50 на окончательный этап замеса. Сейчас же мы сделаем ферментолиз. Для этого смешаем все указанное количество муки, большую часть воды, все первое тесто и замесим на самой низкой скорости в течение 1-2 минут для того, чтобы все ингредиенты смешались и не оставалось сухих мест. Затем накроем дежутистомеса и оставим на ферментолиз на 30 минут. По окончании ферментолиза постепенно добавим оставшуюся воду и произведем замес до развития клейковины примерно 80-85 процентов, после чего добавим соль. При замесе следует иногда останавливать тестомес и делать проверку на глютеновое окно. Это нужно для того, чтобы не перемешать тесто, так как при использовании тестомеса это довольно-таки легко сделать, поэтому лучше подстраховаться и останавливать тестомес и делать тесты на глютеновое окно. Тесто, которое перемесили и где глютеновый каркас уже начал подвергаться разрушению, уже не спасти. Единственный вариант это просто выбросить его, поэтому старайтесь не допускать такую ситуацию и делайте проверку. Желаемая температура теста на окончании замеса 26-29 градусов. После замеса тесто необходимо выложить в смазанный рафинированным растительным маслом контейнер. Растительное масло должно быть рафинированное, так как оно должно быть без запаха и выраженного вкуса, поэтому желательно использовать рафинированное подсолнечное масло. Выложить тесто в контейнер, накрыть крышкой неплотно и оставить на 1 час при 26-28 градусах Цельсия. По окончанию брожения вывалить содержимое контейнера на припыленный мукой стол и осторожно, стараясь сохранить максимальное количество накопленного газа, выложить тесто на поверхность. Присыпать также мукой сверху и разделить на две равные части. Необходимо работать очень аккуратно, стараясь максимально сохранять в тесте газ. Осторожно выложить заготовки на куш и оставить на расстойку примерно на 45 минут при температуре 26-28 градусов. Для выпечки духовку необходимо разогреть до максимально возможной температуры, это 275-280 градусов, а затем при посадке в печь снизить эту температуру до 240 градусов. Выпекать первые 10 минут с паром при 240 градусах, а затем снизить температуру далее до 230 градусов и выпекать без пара еще 20-25 минут до достижения красивой темно-коричневой корочки. Пан Гулеван является универсальным хлебом на каждый день, который отличается очень нежным сливочным вкусом и мягким приятным ароматом. Он придется по вкусу абсолютно всем. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье! Пеките на здоровье! Пеките на здоровье! Пеките на здоровье!